Всем привет, ребята! Сегодня уже седьмой выпуск с киноляпами в советском кино. Хочу напомнить вам, что выпуски на канале выходят каждый понедельник, так что ждем от вас подписки. Итак, поехали! «Белое солнце пустыни» — советский художественный фильм 1970 года режиссера Владимира Мотыля, повествующий о приключениях красноармейца Федора Ивановича Сухова в годы Гражданской войны. На столе перед Верещагиным обед, а в следующем кадре арбуз исчезает, а на его месте появляется стакан с красной жидкостью. Жена Верещагина подбегает к морю в обуви, но при удалении камеры она уже босиком. Баркас в начале фильма на самом берегу. Интересно, как кучка среднеазиатских бармалеев умудрилась спустить его на воду и даже умудрилась покрасить его? Сухов тушит Бекфорда в шнур. Ящик стоит на песке, но уже в следующем кадре ящик вкопан в песок. Это хорошо заметно, когда Сухов забирает ящик, в песке хорошо заметное углубление. С момента знакомства Саида и Сухова, видимо, прошел не один час. Обратите внимание на тень в этом кадре и по следующим. «Весна на Заречной улице» — советский художественный фильм, снятый в 1956 году режиссерами Феликсом Миронером и Марленом Хуциевым. Один из самых популярных фильмов 1950-х годов в кинопрокате СССР собрал 30 миллионов 120 тысяч зрителей. Учительницу Татьяну в самом начале фильма подвозит водитель грузовика. Когда она села в машину, госномер был 8541. Когда их остановил Савченко, мы видим другой номер 1495. Машина остановилась у пивнухи. Знакомится с будущими учениками. У Татьяны на коленях лежит сетка. После смены кадра сетка исчезает. Позади Савченко две парты и лысый мужчина. А теперь лысый мужик исчезает и остается только одна парта. Татьяна вышла из здания школы. С голой ладошки ест снег. Но как только подошел Савченко, руки уже в перчатках. А через минуту после того, как они упали, встали на ее руках рукавички. Зина, открыв двери Савченко, не успела заплести косу. Но в процессе беседы она как-то сама заплелась. Сначала надпись на двери грузовика имеет такой вид. Потом преобразуется в такой. Не может быть! Забавное приключение. Советский художественный фильм. Комедия Леонида Гайдая по мотивам произведений Михаила Зощенко. Фильм состоит из трех новелл. Преступление и наказание. Забавное приключение. И свадебное происшествие. Пока Зинуля провожала мужа, котяра воспользовался ситуацией. Когда Зинуля вернулась в комнату, кот уже успел помыть за собой тарелку из-под колбасы и убрать ее. Продавщица цветов считает монеты за проданные цветы на ладони. Но когда Кокшинов поднимается, продавщица считает деньги, завернутые в платок. Видите брошь на платье Зинули? А в этом кадре ее уже нет. В начале своей прогулки герой Олега Даля в туфлях с круглым носком. Но во второй половине фильма он уже в туфлях с острым носком. Квартира Анатолия. На общем плане дети сидят на стульях с очень высокими спинками. На крупном плане. Либо стулья другие, либо под детей положили подушки. «Один дома» – американский рождественский комедийный фильм 1990 года. Макулей Калкин исполнил роль Кевина МакКаллистера, мальчика забытого дома, когда на рождественских каникулах его семья улетает в Париж. Я понимаю, что фильм не советский, но чтобы вы строго не судили меня, мы также будем делать ролики с зарубежными киноляпами. Баз затолкал в рот кусок пиццы левой рукой. Но при съемке с другого ракурса Баз еще ест пиццу, причем правой рукой. Питер, отец Кевина, разливает на стол колу. На этом кадре он наклонил бутылку влево, но при съемке сверху бутылка наклонилась вправо. Лихой спуск Кевина на санках по лестнице. Посмотрите, по какой траектории едет Кевин и где находится выход, в который он должен попасть. При всем желании он не смог бы попасть в дверь. Пацан должен был врезаться в перегородку. Но, тем не менее, Кевин попадает в двери, причем около дверного проема санки подпрыгивают, как будто там трамплин. После падения дерева дом Кевина остался без телефонной связи. Об этом мы несколько раз слышим в начале фильма. По этой причине мать Кевина не может дозвониться сыну, но... Это не мешает Кевину заказывать по телефону пиццу и звонить в полицию. И на этом у нас сегодня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, ребята!